Потому что по-настоящему любые нормальные отношения с Россией, возможно, только после смены режима в Москве. Но у меня там еще два других варианта есть. Я вообще верю в то, что Украина удержит победу, прежде всего, во время этого наступления. Соответственно, результаты будут другие. Выйдя на границы 1991 года, можно уже ставить задачи о широкой внешней политике на Востоке, о поддержке. Чеченцы все время просят о помощи против своего этого падишаха. Другие народы могут при крахе Российской империи потребовать независимости. Украина будет возможность вести свою политику на Востоке. Соответственно, там будет совершенно другая конфигурация. И дело не только в сохранении вот этого противостояния, а в том, что нужно разрушить это противостояние, чтобы не было угрозы с Востока. Причем разрушать его придется независимо от того, хотят этого на Западе, не хотят, потому что угрожать-то вам будут, а не Запада. Вторая серия украинской войны, если путинский режим остановится на границах 1991 года и будет мечтать о реванше, ну лет через 10.